В 23-м в стране выпустили 21 тысячу рабочих профессий. Если у человека есть мотивация, он способен освоить любую сферу. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. У кого-то есть склонности и таланты на старте, но сам факт перехода в другую плоскость реалистичен. Индивид сам выбирает, куда двигаться. Молодые специалисты, они приходят из стен учебного заведения, предполагая, что на месте работы будет примерно то же самое, что они видели в своих учреждениях. Но, как правило, там от них, кроме знаний, ожидали еще какие-то новаторские мысли, ожидали, что они будут проявлять инициативу. И вот с этими всеми ожиданиями молодой человек приходит на новое место работы и понимает, что здесь все совсем по-другому. Ежегодно свои первые рабочие места получают несовершеннолетние – выпускники общеобразовательных и профессионально-технических учреждений. Для желающих найти заработок на время каникул или совместить работу и получение образования организуется временная занятость молодежи. Наиболее востребованные – благоустройство территории, озеленение парков, ремонт, строительство, общепит. Ребята могут в среднем получить от 630 до 850 рублей. Набор молодых людей идет полным ходом. Активно у молодежи находит отклик медицина. Без знаний, безусловно, никуда, но в любой момент юные медики могут найти поддержку у руководителей и коллег. Мы создаем условия для того, чтобы молодые специалисты, придя в наше учреждение здравоохранения, могли первое – чувствовать себя комфортно. Для этого мы закрепляем за опытными наставниками. Со школы Кристина Гусакова была увлечена медициной. Когда пришло время выбирать учреждение образования, без раздумий поступила в медицинский колледж. После обучения пришла в Бобруйскую центральную больницу. Сразу все не получалось. Конечно, благодаря хорошему коллективу я научилась работать. Меня научили работать, как делать правильно. В первое время я очень много спрашивала, часто училась, помогали. Работа мне очень нравится. Помогать нравится очень людям. Елизавета Ковалева задумалась о медобразовании еще в школе. Первым шагом стали любимые предметы – биология и химия. Получая квалификацию в Витебском университете, определилась со специальностью анестезиолог-реаниматолог. Любые действия, которые мы предпринимаем, в неотложной ситуации, они сразу же ведут к какому-то результату. Это помогает человеку или не помогает. Андрей Леговец учился в Бобруйском государственном механико-технологическом колледже. После обучения пришел молодым специалистом на отработку в Бобруйский громаж. Сегодня трудится энергетиком инструментального цеха и планирует закрепиться дальше. У меня вся семья, ни в одном поколении работает на Бобруйский громаж. Поэтому, чтобы не быть белой вороной в семье, я тоже решил продолжить эту традицию. Мне повезло, я попал в хороший коллектив, трудовой с большим опытом. У меня очень был грамотный наставник, мой бригадир, за которым я ходил по пятам, постоянно наблюдал за ним и учился в слесарном делу. Бобруйск известен своими предприятиями. Уже более века гудит машиностроительный завод. Завоевали свою нишу на рынках ТДА, Агромаш, Сильмаш, спецавтотехника, ремонтно-механический ТАИМ. Чтобы работа каждый день была в радость, нужно начать с себя. Развиваться, не стоять на месте, стремиться, стучать в закрытые двери. Место в жизни есть для каждого. Работа мечты – лишь вопрос времени.